Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! Чашка горячего шоколада один из лучших способов создать праздничное настроение. И в этом видео я буду делать горячий шоколад в миниатюре 1 к 12. И если вам это интересно, оставайтесь со мной. Для чашки я выбрала изумрудно-зеленый цвет. Тщательно его разминаю и подготавливаю к работе, чтобы он стал мягким и пластичным. Раскатываю тонкий пласт толщиной меньше 1 мм. Но не раскатывайте слишком тонко, иначе чашка получится хрупкой. Отрезаю небольшую полоску. И беру основу для чашки, рукоятку ножа. Также для основы для чашки подойдет и рукоятка карандаша, или какого-то инструмента, кисточки. То есть любая цилиндрическая палочка. И оборачиваю рукоятку ножа полимерной глиной, не внахлёст в один слой. Лишнее отрезаю и убираю. Образовавшийся шов замазываю пальцами, чтобы получилась гладкая ровная поверхность. Лезвием отрезаю пластику по бокам, чтобы остался ровный цилиндр. Его высота примерно 8 мм. Всю лишнюю пластику я аккуратно убираю. Ручка у этой чашки будет двухцветной. Зеленая с белым. Поэтому я катаю из двух этих цветов тонкие полоски ниточки. Беру эти две ниточки и скручиваю между собой, чтобы получился двухцветный жгутик. Подравниваю этот жгутик на рабочей поверхности. Отрезаю кусочек сантиметра 2-3. И заворачиваю в петлю. В таком виде ручку и буду выпекать. Теперь делаю сладкую карамельную палочку из красного и белого цветов. Точно так же катаю две ниточки, белую и красную. Скручиваю их между собой, чтобы получился двухцветный жгутик. Подравниваю на рабочей поверхности. Отрезаю небольшие палочки. И заворачиваю, чтобы получились два крючка карамельки. И все детали, чашки, ручки и карамельки я выпекаю. Температуру и продолжительность выпекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После выпекания все достаю из духовки. И снимаю с рукоятки ножа два цилиндра с чашками. Торцы этих цилиндров я хочу немножечко подровнять при помощи пилки для ногтей. Чтобы они были более ровными. Удобнее это делать, надев цилиндры на рукоятку, на которых я их и выпекала. Беру две петли, которые сделала для ручек, кружек. И обрезаю. Получаются две ручки. Теперь беру немного зеленой пластики. Катаю в шарик. Кидаю шарик в цилиндр. И хорошенечко утрамбовываю. С обратной стороны замазываю швы. Таким образом у чашки получается дно. Точно таким же образом делаю и вторую чашку. В горячий шоколад я добавлю зефир. Поэтому я нарезаю небольшие квадратные кусочки из белой полимерной глины. Их можно нарезать прямо от куска. Даже не разминая. И теперь делаю сам горячий шоколад. Для этого я взяла коричневую и белую акриловую краску. Смешиваю необходимый мне цвет. Затем выдавливаю немного геля жидкой пластики. И перемешиваю гель. И смешанный мною цвет из акриловой краски. У меня получается смесь необходимого цвета. Эту смесь я наливаю в обе чашечки. При этом пользуюсь деревянными зубочистками. В чашечки вставляю палочки карамельки. И кидаю по несколько зефирок. После этого чашки выпекаю. Температура и продолжительность точно такие же как и в первый раз. После выпекания на супер клей приклеиваю ручки к чашкам. А затем тоненькой кисточкой белой акриловой краской рисую на чашках снежинки. Снежинки добавят новогоднего рождественского настроения. Вот такие снежинки получились. И когда акриловая краска высохнет, покрываю чашечки лаком. Но зефирки можно лаком не покрывать. Потому что они матовые. Когда лак высохнет, чашечки будут полностью готовы. Горячий шоколад это вкуснейшее лакомство. Традиционное как для зимы в целом, так и для Рождества с Новым годом в частности. Этот ароматный напиток согреет и отлично поднимет настроение. Под него так и хочется распевать новогодние песни и любоваться на огни праздничных гирлянд. Я надеюсь, что этот мастер-класс и эта миниатюра поднимет настроение и создаст праздничную атмосферу. Ведь из таких рождественских и новогодних мелочей и состоят наши любимые зимние праздники. С наступающим вас Новым годом и Рождеством. А я желаю вам творческих успехов и вдохновения. И небольшой сюрприз для моих подписчиков, которые делятся своими работами в моей группе ВКонтакте. На экранах вы видите ваши работы, которые выполнены по моим мастер-классам. Если вам нравится эта идея, показывать ваши работы, выполненные по мастер-классам в конце моих видео, то обязательно напишите об этом. Хотели бы вы, чтобы я показала у себя вашу работу? Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось. Это новогодние видео и конечно же подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok